Так, ну а теперь будем готовиться и настраиваться на следующий конкурс. Это снова командное мероприятие. И здесь действительно команды Запада и Востока прям командами выйдут, потому как это коллективная сапета. С несколько разными правилами. И традиционно, по крайней мере, я думаю, любой человек, который вратарскую форму одевал и выходил на лёд, понимает, насколько сложно вратарям соответствовать скоростным данным полевых. Так, участвуют все, и вратари, и защитники, и нападающие. Вратарям бежать в амуниции, защитникам часть бежать спиной вперёд. Ну и вот этот вот конкурс по шесть человек в каждой команде. Соответственно, на выходе всё равно одно очко. И сейчас этот самый пятый конкурс, он действительно станет решающим, потому что счёт ячейный. И потому что, может быть, если Восток сейчас, Метцелла, Далман, Викланд, Варнаков, Доуси, Капризов пробегут быстрее, то Восток впервые в истории матча звёзд. КФЛ выиграет мастер-шоу. Впрочем, против Юхи Метцелла, Кевина, Далмана, Тобиаса, Викланды, Михаила Варнакова, Найджела, Доуси и Кирилла Капризова звёзды не меньшего калибра. Илья Сорокин, Никита Зайцев, Мэтт Робинсон, Вадим Шипачёв, Мэтт Эллисон и Каспарс Дауговик. Целых два Мэта у Запада. Я бы добавил, что бега хоккеисты вообще особо не любят. Но что касается такие вот бега, проводятся достаточно часто тренерами. Без рутарей, конечно. Но, тем не менее, это один из самых увлекательных таких вот именно упражнений как раз чисто на скорость, чисто на бег. И хоккеисты всегда, и даже на тренировках этим с удовольствием занимаются. Ну а на матче всех звёзд, собственно говоря, вполне логично, что этот конкурс становится решающим очень и очень часто. Запад против Востока. Кто быстрее, тот и выиграет. Всё решит командная скорость. И если в самом хоккее нет ничего быстрее по движению, чем шайба, то здесь шайба не потребуется. Начинают вратари. Мэтт Робинсон стартовал, порой мог фальстартом даже, может быть. Или Сорокин засиделся на старте чуточку. Но в любом случае первый круг завершают вратари. И вы поймёте, у кого небольшое преимущество. Может быть, оттуда, ото льда, снизу, где Александр Хаванов, видно лучше. Но вот здесь передаёт клюшку Дауману Мэттсуну с определённым запасом. Слово ему Зайцев так на полсекунды где-то запаздывается. Ну да, чуть-чуть небольшое преимущество Востока на данный момент. Вот сейчас видите, Кевин Далман совершает свой круг, отправляет, отправляет куда-куда, вперёд дальше. Тобиас Виклана, которому тоже необходимо пробежать. Час круга с разворотом спиной вперёд. Его и зависит. Час Мэтт Робинсон. Два защитника от Запада. Никита Зайцев и Мэтт Робинсон от Востока. Кевин Далман и Тобиас Виклана. И дальше пойдёт, пойдёт на полную скорость. Владимир Шевачёв, Михаил Вернадов, затем Мэтт Эллисон. И на джин-оуте закачивает должны. Хасвард Сдаукович и Кирилл Кабризов. Я бы сказал, абсолютно непонятно всё видят. Ну да, здесь уже почти давно рекомендует команду Запада в Восточнике. И вот я бы обратил внимание, кстати, на Михаила Вернадовского. Он очень быстро будет в круге на скорость. И здесь катается просто великолепно. Скорость на виражах на заворотах юридический интеллект. Как-то без особого ликования победители так спокойненько. Как будто так и должно было быть. Как будто они были абсолютно уверены. Может быть, оно, конечно, и так. Но теперь нам остаётся дождаться момента, когда официально назовут победителя этого конкурса. Потому что в этот же самый момент, столь же официально, сборная Востока впервые за четыре противостояния Запада. Ещё раз скажу, четвёртый раз в этом формате игры. Команды звёзд. Сборная Востока выиграет впервые. Очень важная победа для Востока, так сказать, без лукавства. Скажу, потому что на самом деле, вот рядом со мной здесь практически весь, всё мастер-шоу просидели. Данис Зарипов и Сергей Мазякин, и они очень живо и интересовались, собственно говоря, результатами, которые показывали. И в круге на скорости вот то, что было видно, отсюда немножко лучше.